Уже второй месяц внимание жителей планеты приковано к лесным пожарам. Горит Якутия, Карелия, Турция. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на тушение пожаров в регионах. В том числе и на авиапатрулирование. В Ненецком округе авиалесоохрана вылетает в зону своей ответственности до четырёх раз за пожароопасный период. В один из рейдов отправилась моя коллега Алина Ваучейская. Инженер по охране леса Илья Пронин свой рабочий день сегодня проведёт в небе. Вместе с пилотами Наринмарского авиаотряда он отправляется на авиапатрулирование. Наринмар, вышка, добрый день, 33-31, на стоянке информация, запуск. Район Пеша, район ОМА. Трудяга полярной авиации Аннушка берёт курс на юго-запад Ненецкого округа, к границе с Архангельской областью. Там начинаются кварталы, за которые ответственно Ненецкое лесничество. Общая площадь лесного фонда порядка 446 тысяч гектаров. Из них 190 тысяч покрыто лесом. По погодным условиям сейчас была высокая степень пожарной опасности в лесу. Мы летали в Ненецкое лесничество, в 12 кварталов пролетели, посмотрели. Нигде нет никакого задымления, нет ли движения, может, кого-то люди, кто-то может пытаться, так сказать, незаконную выруху делать. И по результатам проверки всё нормально, задумление не замечено, людей не замечено. Во время авиапатрулирования инспектор осмотрел участки в районе Пёшского куста. Граница лесного фонда оканчивается в 60 километрах от деревни Волоковой. Всего за период пожароопасного сезона авиалесоохрана совершает не менее 4 таких вылетов. Кроме того, Ненецкое лесничество ведёт и круглосуточный мониторинг. Лесничеством ведётся круглосуточное наблюдение в плане пожарной безопасности посредством системы космомониторинга, а также круглосуточный приём, обработка и учёт информации от жителей. Также в лесных массивах мы устанавливаем информационные аншлаги и стенды. Также проводим беседы, исходы на тему противопожарной безопасности в лесах среди жителей деревень и сёл. Кстати, зачастую именно человеческий фактор приводит к лесным пожарам. Возгорание может начаться из-за оставленного без присмотра костра, незатушенной спички, тлеющего окурка. Поэтому не стоит забывать об элементарных правилах противопожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу напоминает, находясь в тундре или в лесу, не разводите костры, не поджигайте сухую траву, не бросайте тлеющие окурки и горящие спички, а оставленный вами мусор забирайте с собой. Алина Воучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север.